Глубоко уважаемые коллеги, я расскажу о нашем опыте применения контактной и узкоспектральной эндоскопии в ранней диагностике злокачественных наобразований гортани. Я пропущу всю статистику, касаемую рака головы и шеи, только что о ней очень много говорили. Отмечается значительная тенденция распространенности этих новообразований. Единственное, на чем я остановлюсь, это что гортань все-таки остается одним из самых распространенных мест локализации рака. И в России примерно удельный вес составляет 1,5%, и у мужчин доходит даже до 3%. При этом остается самая сокрушительная статистика по выявляемости. В России на первой и второй стадии выявляется только 34% злокачественных наобразований гортани. При этом пятилетняя выживаемость значительно снижается при выявлении на более поздних стадиях. Также очень интересное было исследование, опубликованное в ларингоскопе, которое оценивало, почему такая срочка бывает в лечении, почему обнаруживаются наобразования гортани злокачественные и так поздно. Было выделено 3 периода. Первый период от того, как появляются первые симптомы, и пациент обращается к врачу общей практики, как это было опубликовано в статье, либо, как у нас в стране, к отриларингологу. За этот период полностью несет ответственность пациент. И часто это связано с отсрочкой, связано с социально-экономическим статусом самого пациента или тем, что, допустим, это курящий человек, который считает, что хриплость совершенно нормальное для него состояние. А вот следующий период ему уделили исследователи гораздо больше внимания, и выяснилось, что чаще всего рак гортани пропускается у женщин и у людей младше 60 лет, что логично. Дальше он часто пропускается у пациентов, которые сознательно рано обратились после появления симптомов к врачу, потому что опухоль еще не очень большая и ее не видят. И при этом тоже чаще пропускается голосовой отдел. Это исследование было проведено в Австрии, в Грации, и австрийские ученые черным по белому написали, что очень долго лечится хронический ларингит. Поэтому, конечно же, диагностика является ключевой ранее на амбулаторном этапе обследования пациента. До сих пор у нас в стране применяется непрямая ларингоскопия, при которой часто невозможно адекватно оценить многие анатомические структуры. Стандартным принято фиброларингоскопия с использованием обычной камеры, при которой, конечно же, гораздо лучше все видно, но также при все-таки, если камера не очень хорошая, если это не HD-камера, страдает качество изображения, и при не очень большом опыте исследователя, конечно же, может быть гиподиагностика. HD-камера значительно улучшает ситуацию, однако сосудистый рисунок, который значительно изменяется, претерпевает изменения при злокачественном процессе, даже HD-камеры в стандартном свете, невозможно хорошо рассмотреть. Поэтому недавно пришли, сравнительно недавно вышли на арену, такие методы, как контактная эндоскопия и узкоспектральная эндоскопия, которые позволяют выявлять именно очаги неоангиогенеза. В основе узкоспектральной эндоскопии лежит селективное улучшение контрастности кровеносных сосудов. Этот эффект достигается изменением стандартного светового спектра, который за счет фильтра, который поглощает все длинные волн, кроме двух, остаются только две волны 415, 12 и 540 нанометров. Именно эти длинные волн поглощаются гемоглобином, отражаются от него, и мы можем четко видеть рисунок сосудистый на фоне однородно окрашенной слизистой оболочки. В мировой литературе значительное распространение получило классификация сосудистых изменений при узкоспектральной эндоскопии, предложенная профессором Ни. В соответствии с ней выделяется пять типов строения сосудистого русла, в зависимости от наличия или отсутствия так называемых интраэпитериальных капиллярно-папиллярных петель. При первом типе, как видно на левом рисунке, сосуды идут параллельно друг к другу и поверхности голосовой складки. При втором типе сохраняется параллельность сосудов, однако некоторые из них увеличены в диаметре. Третий тип, которым дальше я тоже уделю внимание, характеризуется как отсутствие сосудистого рисунка, скрытого под арговевшим эпителием. В четвертом типе впервые появляются те самые интраэпитериально-капиллярно-папиллярные петли. И в пятом типе от А до С эти петли уже значительно выражены, они неравномерно разбросаны по поверхности образования, и именно эти типы считаются предположительно злокачественными. Контактная эндоскопия по своей сути является микроэндоскопией. Через установленный ларингоскоп заводится контактный эндоскоп, который устанавливается в контакт со слизистой оболочкой, и путем вращения винта на корпусе эндоскопа достигается фокусировка полная либо при 60-кратном увеличении, либо при 150-кратном. Некоторым пациентам мы проводили окрашивание метиленовым синим, однако и данные литературы, и наш опыт показывают, что это не ключевое в исследовании при проведении контактной эндоскопии, более того, вызывает значительное количество неудобств. Для классификации изменений сосудистого строения по данным контактной эндоскопии нажмите, пожалуйста, на самое правое видео. Теперь и на левое тоже. Мы применяем классификацию профессора Пужеду. В общем-то, она единственная пока и существующая. Будьте добры, чуть-чуть медленнее просит вас, потому что переводят и не успевает переводчик. Спасибо большое. Спасибо. Я тороплюсь просто, чтобы побыстрее. При нулевом типе, он же физиологический, опять же, сосуды идут параллельно друг к другу и поверхности голосовой складки. При первом типе, если вы на него нажмете, я буду очень рада, это средний рисунок, при первом типе от этих сосудов отходит большое количество бифуркаций, но они все по-прежнему идут параллельно поверхности голосовой складки. При втором типе, нажмите, пожалуйста, на него тоже, от этих сосудов вы сейчас можете очень четко видеть, как отходят уже перпендикулярно поверхности голосовой складки сосуды в виде заколок, то есть немного древовидно измененные. При третьем типе уже значительно меняется сосудистое строение, а при четвертом типе визуализируются исключительно древовидно измененные сосуды, идущие перпендикулярно поверхности голосовой складки. В NBI-эндоскопии узкоспектральной это визуализировалось как точки, разбросанные по поверхности слизистой оболочки. И именно этот тип считается предположительно злокачественным. Нами было проведено исследование, мы проводили контактную эндоскопию интероперационную, узкоспектральную эндоскопию амбулаторную. Все набирались сплошным способом методом пациенты с макроскопически предраковыми образованиями согласно рекомендациям ВОЗ. Были разделены пациенты на три группы. В первой группе мы дополнительно использовали узкоспектральную эндоскопию, во второй группе контактную эндоскопию, и в третьей оба метода совместно. Естественно, золотым стандартом было патогистологическое исследование, и вот такие результаты мы получили. Из 30 гистологически подтвержденных злокачественных образований по данным узкоспектральной эндоскопии 27 были заподозрены на этапе обследования пациента. При этом только одно было отнесено к первому типу строения сосудистого русла. Из доброкачественных образований ни одно не было отнесено к пятому типу, то есть предположительно злокачественному. Что интересно, что третий тип, который, я напомню, не визуализирует сосудистый рисунок, он скрыт под аргоевшим эпителием, было большое разнообразие клинических диагнозов. В этом клиническом примере у пациента были жалобы на охриплость, и в области передней комиссуры были выявлены очаги неоангиогенеза. К слову, это как раз не HD-камера, и сразу будет видно разница качества камеры, как это влияет на диагностику. И при переключении в узкоспектральный режим в области одного из новообразований были выявлены очаги неоангиогенеза. Гистологически был поставлен тусклоклеточный рак. В данном случае визуализируется распространение образования, когда при переключении в узкоспектральный режим мы видим, что очаги неоангиогенеза распространены значительно больше, чем мы могли бы ожидать. По данным контактной эндоскопии, из 58 гистологически подтвержденных злокачественных наобразований 53 были отнесены к четвертому типу строения судистого русла. И в данном случае уже ни одно образование не было отнесено к нулевому или первому типу. Все дисплазии практически были отнесены к третьему типу строения судистого русла. В данном клиническом примере в области лейкоплаки визуализировалась очаг неоангиогенеза в виде сосудоизмененного по четвертому типу. Гистологически была выявлена дисплазия средней степени. И именно после этого клинического примера я бы хотела сказать о эффекте зонта. То есть это та самая лейкоплакия, которая скрывает сосудистый рисунок. Мы не можем его визуализировать, даже имея какие-то дополнительные методы исследования. При этом известно, что есть вероятность злокачественной трансформации, то есть это предраковое состояние. Однако все-таки в 50% случаев при лейкоплакии не выявляется дисплазия. То есть получается на весах 50 на 50. И средний возраст пациентов с лейкоплакией составляет примерно на 10 лет меньше, 15, чем пациентов с раком гортани. Поэтому для всех важным является понять все-таки, что делать с лейкоплакией. И вот если брать узкоспектральную эндоскопию, это именно третий тип, когда метод не может показать, как изменен сосудистый рисунок. И в нашем исследовании это как раз было показано, что мы получили все виды возможных диагнозов. А при контактной эндоскопии совсем другая картина. Как видно на видео сейчас будет, именно в области лейкоплакии при проведении контактной эндоскопии четко визуализируется сосудистый рисунок, который невозможно было увидеть до этого. И то же самое, все последующие рисунки, какие вы видите, это все сосудистый рисунок в области лейкоплакии. Поэтому контактная эндоскопия может привнести большой вклад в преодоление этого эффекта зонта. И отдельно мы проводили исследование комбинированное, когда применяли оба метода исследования. Тут уже из 71 гистологически подтвержденного плоскоклеточного рака 68 были заподозрены на этапе обследования пациента. И также практически все дисплазии были отнесены к третьему типу стране судистого русла по данным контактной эндоскопии. Ни одно доброкачественное образование не было принято злокачественно на этапе обследования пациента. Таким образом, точность и чувствительность метода были больше при комбинированном исследовании. Однако практически все параметры диагностической эффективности были выше 90%. Таким образом, контактная и узкоспектральная эндоскопия и по нашему опыту, и по данной мировой литературе является неинвазивным, во-первых. Во-вторых, эффективным, но дополнительным методом диагностики. Позволяет выявлять очаги на ангиогенезе, что в свою очередь позволяет проводить скрининговую диагностику, прицельную биопсию и определять края резекции, если мы говорим об интероперационном исследовании данных методов диагностики. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересное сообщение. Коллеги, у нас есть время для одного короткого вопроса. Я торопилась. Если у кого нет вопроса, я... Спасибо большое вам за прекрасное сообщение. Продолжение следует...